Выставка «Летний вернисаж» – это традиционный творческий отчет мастеров кисти за полгода. Здесь выставлены работы как уже немолодых представителей областного союза художников России, так и еще начинающих авторов. Но все они, как отмечают организаторы, настоящие профессионалы. Мы очень строго отбираем, потому что с одной стороны даем им возможность поучаствовать, а с другой стороны они должны понимать, что экспонировать свои работы рядом с профессиональными работами – это большая честь. Всего в экспозиции представлено 111 работ 55 авторов. Несмотря на название выставки, лето здесь играет красками наряду и с другими временами года. Что уж говорить о контрастном цветовом и эмоциональном соседстве некоторых картин. Автопортрет Евгения Камарычева – одна из последних работ художника. После которой он ослеп. А это картина снова «Весна» Ильи Богатого. Здесь, как говорит сам автор, образ бабушки символизирует еще одну подаренную нам весну. И посвящен Дню Победы. Сам Илья на вопрос, кто такой художник, творец или ремесленник, отвечает. Крамской сказал еще сто с лишним лет назад, что художник начинает по вдохновению, по-моему, как-то так, недословно, в середине он ремесленник и заканчивает опять как художник. То есть подразумевает определенное наличие определенного мастерства для выполнения поставленной задачи. То есть написать там можно, хотеть, что угодно, а сделать это фактически очень проблематично. Еще одним новым именем в коллекции дома художника стали работы Максима Цуканова. Как отмечают мастера по цеху, он великолепный график и гуашист. Новизна красок, эмоции в картинах характерна для многих молодых авторов. Этим они и привлекают маститых художников. Видно, что какая-то свежесть, какая-то такая живая струя вливается. Это заметно на этой выставке. Если вот присмотреться и посмотреть на годы рождения, мы указываем специально, чтобы все-таки было понятно, то, наверное, можно заметить, что дуновение такое свежее присутствует. Несмотря на наличие картин летнего вернисажа, выполненных в достаточно классических жанрах живописи, юным авторам остается близок импрессионизм Вадима Николайчука. Мы сейчас переходим на более декоративную живопись. И я как раз акцентировала свое внимание на декоративные полотна. И вот эти работы, которые висят здесь рядом с нами, они просто меня вдохновляют. Как раз здесь применены фактуры, очень интересное колористическое решение. Они достаточно абстрактны, но тем не менее здесь хорошо читаются фигуры и мотив.